всем здравствуйте сегодня у нас платье свободного кроя платье интересно и интересно но тем что у нас в этом платье есть воротник хомут и он переходит вот такие вот очень интересные завязки по линии спине платье очень свободное кто-то его называет трапецией кто-то говорит силуэт а это практически они ничем не отличаются и сегодня мы с вами будем это платье моделировать кроить ткань которую мы с вами использовали это супер софт из интернет-магазина ткани color ссылочку вам оставим в описании супер софт похож на шок он такой нежный струящийся то что вы задаете вопросы на что похож похожа эта ткань по расходу ткани на само платье у меня идет одна длина потому что я раскладывала как бы вверх-вниз меняла и плюс еще бант завязка воротник хомут мы его краили по косой поэтому расход ткани увеличился у меня было 220 и остались хорошие большие куски с которых можно пошить еще клешоную юпочку по самому банту вот я когда говорю о расходе ткани его можно сделать по косой но допустим сшивать он у меня идет цельный мы сегодня рассмотрим как его раскроить как сделать платье свободным но при этом смотрите у меня вытачка нагрудная она вот здесь вот осталось мы ее частично размоделировали и в линию проймы но при этом пройма не получилось широкая я вам покажу как это сделать и частично размоделировали в линию низа и оставили ее маленькой аккуратно и еще частично размоделировали в линию горловины пишите интересны ли вам такие платья я имею с такой горловиной я думаю что для лета это будет такое необычное платье вот как бы технический рисунок манюсенькие вытачки я и сделала коротенькими и вот вид со спины я нарисовала так корявенько потому что быстро 1 1 1 и все ну это просто для того чтобы было понятно потому что такое она пестренькая и возможно не совсем понятно как на мне у меня здесь еще и низ не обработан сшиты пока только боковые швы плечевые швы и сам как бы хомут платье очень комфортная получается и прекрасно как бы подходит в том случае если мы худеем поправляемся она все равно будет на нас сидеть хорошо для моделирования будем использовать выкройку основу у кого ее нет оставим ссылочку в описании и вы сможете построить самостоятельно итак начнем работать сначала со спинкой по спинке по линии горловины опускаемся вниз я вот так вот опущусь сантиметров на 9 10 ну вот так вот девять с половиной сантиметров возьму затем мне нужно будет поработать сейчас с вытачкой то есть вытачку мы с вами будем убирать она нам здесь не нужно поэтому частично я ее размоделирую разрежу вот так вот до самого низа и мы ее частично закроем ширина по линии низа у нас будет при открываться можно разрезать один раз можно разрезать две вот опутление сделать смотрите если ее полностью закрываю то у меня внизу раскрывается ну это мне многовато здесь идет у меня ну вот так вот я возьму по линии низа вот так вот сантиметров восемь то есть восемь сантиметров вот так вот я приоткрыла и больше я ее как бы не буду трогать вот так вот 8 сантиметров она у меня и будет дальше вытачку я заклеиваю вот здесь вот как будто у меня ее нет возьму вот так вот полоску бумаги подкладываю под низ еще раз проверяю по линии низа но я делаю восемь сантиметров вы можете сделать вообще полностью вытачку закрыть вот так вот как будто у меня ее нет оставшийся раствор вытачки я срежу с линии плеча то есть вот здесь вот у меня осталось чуть больше сантиметра сантиметра миллиметр вот они у меня ушли то есть вот у меня их нет теперь саму длину плеча вот смотрите вот это вот я срезала вытачку вот эта вытачка теперь я еще само плечо приоткрываю ну вот так куда где-то еще на ну на сантиметр вот так вот то есть вот таким образом я прорисовываю линию плеча и саму длину плеча я сделаю всего сантиметров пять шесть не больше ну давайте так вот оставлю 5 сантиметров и теперь линия горловины вот я ее веду сюда вот так вот вырезаю самом начале вот здесь вот нужно сделать более такую как бы спрямленную вот вот так вот чтобы она была практически прямая задавали вопросы неоднократно по горловине что горловина и не получается скругленной и получается какой-то такой угол непонятный это получается в том случае если мы с вами сейчас я вот здесь тоже заклею и делаем прямой угол по отношении допустим середины переда то есть под прямым углом и вот здесь вот тоже от линии из плеча тоже можно идти под прямым углом хотя бы сантиметр а потом уже срезать так вот смотрите тоже я делаю под прямым углом срезаю срезаю и схожу вот сюда тоже у меня идет вот так вот прямой угол видите срезаем сама пройма у нас остается неизменной внизу если мы хотим сделать более закрытой вот здесь вот пройму мы можем приподнять где-то на сантиметр и так внизу мы открыли с вами 8 сантиметров я подписываю 8 сантиметров теперь поработаем с боковой линией вытачка боковая которая на имеется у нас она мне такая не нужно поэтому я сейчас подкладываю листик бумаги вот так вот до линии бедра мне будет достаточно внести изменения сантиметров 8 от точки вот здесь вот от проймы но я еще смотрите поднимаясь вот здесь вот я приподнимусь еще на один сантиметр то есть саму пройму ну давайте я уже прорисую сразу приподнимусь на один сантиметр то есть вот я ее на один сантиметр приподнимаю делаю вот такой вот теперь отсюда на 8 сантиметров она у меня вот как есть линия так и идет я ее не трогаю а теперь я вот так вот схожу к линии бедра. То есть совершенно чуть-чуть, но я делаю более-более мягкую боковую вытачку. Я ее не убираю полностью, но я ее не делаю такой фигурной. Она у меня как бы идет чуть-чуть помягче и постремленнее. Вот такая вот у нас будет спинка. По спинке будет сгиб, поэтому у меня вот здесь вот прогиб, я его могу оставить и сделать шов, а могу сделать сгиб. Здесь уже смотрите по вашему усмотрению, как вы хотите. Итак, вот здесь вот давайте еще раз посмотрим. Я оставила всего 5 сантиметров, то есть сантиметр убрала и оставила 5. Теперь поработаю с полочкой. По полочке точно так же сейчас опускаюсь вниз. Я сейчас немножечко вытачку, совсем чуть-чуть, свою размоделирую и сделаю ее более мягкой. То есть переводя в линию боковую, например, если я буду переводить, она у меня станет уже меньше. Я могу частично ее оставить в линии горловины и сделать там такую маленькую складочку. Значит, смотрите, что я делаю. То же самое на 8 сантиметров, совсем на чуть-чуть. 8 сантиметров раздвигаю. Тоже сейчас возьму полоску и заклею. Прорисовываю. Вот 8 сантиметров. Подкладываю и проклеиваю. Раз. По точкам. И два. Все. 8 нарисовала. Далее. Приоткрою чуть-чуть вот здесь вот в саму линию проймы. Смотрите, вот так вот я сейчас на сантиметр я буду приподниматься, но на сантиметр я ее сейчас пройму вот здесь вот сделаю более такой свободной. Я делаю это для чего? Для того, чтобы частично размоделировать свою вытачку, чтобы вот здесь у меня была вытачка более мягкая. То есть вот так вот я приоткрываю ее. Тоже сейчас подкладываю листик. Проклеиваю. И теперь саму пройму вот так вот. Я ее как бы должна сравнять. Но нам нужно же еще убрать с вами вот здесь вот один сантиметр. Поэтому вот у меня пройма идет вот так вот. И оставляем 5 сантиметров. Значит, смотрю, вот здесь вот у меня есть 5 сантиметров. Вот они. Проверяю со спинкой. Тут можно измерять, можно проверить, чтобы все сходилось. Да, все сходится, все хорошо. 5 сантиметров. Убираю спиночку. Теперь поработаю с боковой линией, а потом уже вытачку перенесу и вот здесь вот дальше проработаю все остальное. Вот выкладываю. И прикрепляю скотчика. У кого грудь небольшая, в принципе, можно здесь вообще было как бы ее полностью эту даже вытачку убрать. Я имею в виду нагрудную. Но в моем случае так не получается. У нас есть видео, кстати, как убрать полностью нагрудную вытачку. Можете найти, набрать, как размоделировать нагрудную вытачку полностью. Я женщина. И как раз найдете это видео. Итак, смотрите, вот здесь вот я на 1 сантиметр приподнимаюсь. И вот я получаю вот такую вот линию проймы. Вот она у меня. Вот такая вот новая измененная линия проймы. Далее на 8 сантиметров вниз опускаюсь без изменения. И здесь делаю более-более такую мягкую линию. Ну вот, вот так вот я вышла. Срезаю все лишнее. Теперь вытачку перенесем в боковую линию. И далее уже будем работать с линией горловины. Потому что мы не закончили с вами работу с линией горловины. Вот так вот вытачку можем с вами. Давайте я ее опущу сантиметров на 8. Тоже вот так вот вниз на 8 сантиметров. Так, вот я ее хочу, чтобы она вообще здесь такая была мягенькая-мягенькая, небольшая. Вот так вот еще чуть-чуть. Я оставлю здесь всего, смотрите, сантиметров 5. Остальное у меня пойдет в линию горловины. И по линии горловины я сделаю, допустим, пару защипов. Значит, сейчас отрезаю еще бумагу. Здесь прорисовываю пятерочку. Отмечаю 5 сантиметров. И теперь наша вытачка, которая будет выкладываться, она будет более такой мягкой. Давайте я, наверное, вот так вот сейчас сделаю наоборот. Вот сюда. Как раз 5 сантиметров. Я ее заклеиваю для того, чтобы сделать короче. Вот смотрите, сейчас вы меня поймете. Самую вытачку укорачиваю. Вот вершинка ее. Я ее хочу укоротить теперь сантиметра на 4. Вот так вот, видите, вот к этим точкам я сведу. Раствор вытачки 5 сантиметров я оставляю. Но делаю ее маленькой и аккуратненькой. Теперь могу вырезать. Далее перевожу в линию горловины. И вот здесь вот потом припасажу. Я перенесу, ну, здесь разницы нет куда. Значит, смотрите, что я сейчас делаю. Я вот так вот сейчас закрываю. И опускаю линию горловины сантиметра, ну, вот так вот на 3. 3 сантиметра. И теперь свожу к точке, вот где у нас должна быть точечка 5 сантиметров, где мы ее прорисовали. Вот так прорисовала. А теперь вот так вот здесь срезаем. И будет небольшая припосадка у меня. И с линией горловины она будет такая еле-еле заметная, что она у нас есть. Все. Вот так вот соединяю. Все. Здесь буквально, видите, совершенно чуть-чуть, пару защипов. Всего здесь у меня на припосадку будет уходить, ну, чуть больше полтора. Вернее, чуть меньше полтора сантиметра, да. Чуть меньше полтора. Это, как бы, если взять вдвое, ну, где-то 2,8. Потому что с двух сторон. Теперь нам необходимо будет раскроить сам бант, да, вот такой воротник бант, который завязывается. Я его буду кроить по косой. Сейчас мы раскраиваем вот эти детали и переходим к банту. Раскладываю я, смотрите, вверх и низ в разных направлениях. Потому что у меня ткань позволяет, я имею ввиду, что у меня позволяет рисунок. У меня нет направления рисунка. Если посмотрим, розы смотрят и в одну сторону, и в другую сторону, и сюда, и туда. Ну, то есть во всех, во всех нас направлениях. Поэтому я раскладываю по середине спинки. У меня будет шов. Вы можете делать сгиб. Еще раз повторюсь, говорю, что каждый решает сам. Вырезаем. Если вы хотите сделать более расширенное, допустим, по линии низа, то мы можем вот сюда вот добавить еще там по пару сантиметров. А можете еще больше. Тоже смотрите сами. Вот. Я делаю сейчас припуски на подгибку низа. Делаю 2 сантиметра. По буквально 5 миллиметров вот здесь вот, чтобы сточать. Делаю припуск по боковым срезам. Вытачку я разрезать не буду, она у меня будет уходить. Припуск делаю по линии пройме. По горловине припуска делать не буду. По линии плеча тоже припуск буду делать в районе 7-8 миллиметров. И вырезаю. Затем краим банк. Теперь для раскроя банта нужно сложить ткань по косой. Что значит по косой? Вот идет долевая нить по длине. И вот идет ширина ткани. Вот я беру за уголочек и совмещаю долевую и поперечную. Получаем уголок. Вот здесь вот смотрите. С другой стороны, вот сейчас я вам показываю как я буду вырезать. Потому что на большом куске не покажешь. Значит вот что я сейчас сделала. Я складываю ткань вот таким вот образом. Вот так вот. И получаю сейчас вот здесь вот направление нити косая. Смотрите как она прекрасно вот сюда вот тянется. И теперь я вырезаю бант сложенный вдвое. Я возьму вот так вот сантиметров 17. Буду вырезать. И длину. У меня здесь видите даже вот такие вот косые получаются. Косые получатся линии в конце. И длину я возьму ну где-то метр семьдесят метр восемьдесят. То есть вот такую вот широкую полоску вырезаю. Потом нахожу здесь вот центр. И вот этот центр я буду приметывать к середине переда. И дальше к спинке. И к спинке. И будут завязочки. Вот смотрите я вырезала. И я сразу как бы забегая наперед отвечаю на ваши вопросы. Даже не забегая наперед. Это вообще как вы успеваете так быстро шить. Потому что вот смотрите. Вот я раскроила деталь. Я ее сразу булавками сколола. Я сразу ее подготавливаю для того чтобы уже сшивать. Сразу делаю вот здесь вот. Насекаю вот так вот. Высекаю кусочек. Это у меня уже середина переда. Сразу перераскрою вот такие вот моменты. Делаем и посередине спинки и посередине переда. Чтобы совмещать. Теперь я измеряю длину горловины. И делаю вот здесь вот тоже надсекаю. Допустим да. Но я еще сейчас не измерила. Допустим. Предположим что вот я измерила моя горловина. И вот здесь вот я тоже рассекаю. Где-то на сантиметр. Вот так вот. И дальше прокладываю строчку. Прокладываю строчку вот от этой линии. И вот сюда сюда. Все. Закрепочку сделали. С одной и с другой стороны. Выворачиваем сразу бант. И вот эти стороны можно сразу утюжить. А потом вот эту часть мы будем приточать именно к горловине. Уже бант у нас будет готов. А если его сразу бросить. А потом начинать опять выравнивать. А потом сшивать. Это занимает уйму времени. Поэтому каждая выкройка должна быть вот такой. Вот когда вы работаете. Вы сложили и уже вы с ней работаете. Вот я ткань допустим взяла сделала раскрыла. Вот у меня кусочки я сложила. Вот у меня допустим полочка. Вот спинка. Вот если взять спиночку. Смотрите спинку я уже приготовила. Сразу у меня булавки идут посередине спинки. Вот здесь уже шов. Только я сделаю сейчас вытачки. Заутюживаю их вверх. Да. Заутюживаю вверх. Сразу соединяю боковые срезы. Плечевые срезы. И втачаю бант. Обрабатываю низ изделия. Пройму. И платье готово. На этом все. Желаю всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok